Павел Владимирович Кривошеев ушел из жизни три года назад. На протяжении многих лет он работал в ОСК Подмосковья. Здесь создал клуб любителей шахмат, проводил первые турниры, на которые приезжали гости из соседних муниципалитетов. Во многих школах стали действовать секции. Первого председателя Шахматной Федерации района хорошо помнят его ученики и все, кто вместе с ним увлекался шахматами. Очень тепло о нем говорят его коллеги по работе в спорткомплексе. Очень хороший человек. Память у нас останется, это точно. И все, как только какое-то мероприятие, обязательно поминают и говорят, был у нас такой Кривошеев Павел Владимирович. Турнир памяти Павла Кривошеева и в этом году проходит в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. По крайней мере, все люди, которые знали Павла Владимировича, они будут участвовать. По возможности приедут из Мытища, из Монина, из Пушкина, Ивантеевки, из города Королева. Сильный турнир, хороший турнир. По опыту проведения предыдущих турниров он проходил напряженно и качественно. В турнире первыми за шахматные столы садятся школьники, которым предстоит выдержать экзамен на способность одним, без папы, мам, управлять войском из фигур, у которых и разные роли, и разная значимость. Ребенок должен суметь оценить позицию, держать оборону и вести наступление. И родители понимают, как много могут получить их дети от игры в шахматы. Шахматы развивают ум человека, они вообще показатель ума, способности прогнозировать ситуации впереди. Если у ребенка есть способности, их обязательно нужно развивать. Самая большая интрига на турнире – 10-минутные, строго с подсчетом времени на каждый ход поединки между, как оказалось, уже не первый год знакомыми друг с другом соперниками. Они приезжают сюда ежегодно, и никто не может на 100% спрогнозировать итог этих встреч. Главное не победа, а главное – участие. Ну и победа не помешает. А с товарищем, с которым я играл, мы уже тоже много лет знакомы и играем здесь. Здесь и в Ивантеевке, там Пушкино, Матищах, прочее, везде. Так что знаю, игра складывалась напряженно, но он допустил просмотр, но это сэлеви. Василий Бехалов, с которым мы только что беседовали, не просто выиграл первую партию, как оказалось, и все остальные его игры были удачными. Он стал чемпионом турнира. Второе и третье место заняли Алексей Антипов и Николай Труфанов. Поздравляем! Андрей Циханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково».